Многие отмечают, что теннисисты проигрывают Надалю, Федору, Руджоковичу еще до матча чисто психологически. Ты это сам чувствовал, когда готовился к встречам с ними, или у тебя нет такого? Я согласен. В плане большинства игроков так и есть, наверное, психологически больше проигрывают. Но в моем случае, наверное, этого не было, потому что очень много матчей, которые были, например, с Нандалем, хоть и у меня отрицательная пока серия с ним, но, например, очень много матчей были, где я решал какие-то пару мячей. Я думаю, матч с Федором Джоковичем именно в финале в Париже, на Мастерсе, показал как раз, что я могу его обыграть, я могу обыгрывать топовых теннисистов. Был ли момент, когда ты просыпался и думал, блин, не хочу сегодня ни тренироваться, ни играть, ну, если время матча? Понятное дело, я человек, то есть, наверное, бывало такое ощущение, там, или, ну, что подустал, да, или что тело такое ватное, может быть, не знаю, не выспался, голова болела, но, опять же, наверное, в теннисе ты не можешь, как в футболе, сесть на скамейку, и за тебя кто-то сыграет, то есть, на замену не можешь пойти, поэтому надо находить возможности, как бы, эти вопросы решить. А как ты бодростью заряжаешься? Это музыка? Кофе с утра, потом разминка, то есть, не знаю, если чувствуешь себя более вялым, усталым, может быть, более интенсивную разминку сделать, там, не знаю, на дорожке побегать или спринт сделать, если чувствуешь себя нормально, то классическую, то есть, разминку, которую я делаю, там, с командой, со своим тренером. Ты больше кофеман, да, чем чаи гонять? Да, кстати, раньше, когда был, вот до 15 лет, жил в России, в Москве, то чай каждый день пил, то есть, и на завтрак, на опед, на ужин, как только уехал, больше 13, и находился в Европе, то начал кофе пить. То есть, все-таки, финал Берси, ты можешь, как отправная точка того, что ты понял, что ты можешь побеждать? Да, но, опять же, это не значит, что, может быть, я буду сейчас в каждом матче их побеждать, и, может быть, и не удастся их победить, но имеется в виду, что внутри себя, как бы, я верю в это, и всегда верил, то есть, что, если я буду играть, например, там, на максимум своем уровне, то у меня есть шанс, как бы, это сделать. Я говорю, и в Берси, как бы, я это сам себе, наверное, и не только себе доказал, да? Самый сложный матч, после которого тяжело было двигаться? Ну, вот, просто хотелось лечь, и, как говорят, тупить. Ну, я думаю, в прошлом году, после матча с Нодалем, мы играли, по-моему, 4 с половиной часа, если я не ошибаюсь, 4 сета, и, ну, честно скажу, был очень устроен. После этого матча на сей день все болело. Что бы ты выбрал? На неделю стать первым в мире или выиграть шлем? Выиграть шлем. Если ты спросишь большинство теннисистов, будут разные ответы, но в нашем спорте, наверное, шлем, то есть это, ну, самый такой значимый турнир, поэтому их так тяжело и выигрывать, и в последнее время одни и те же люди это делали. Субтитры создавал DimaTorzok